Несколько минут назад я узнал, что лучшая программа для референсов выпустила свое обновление и я покажу, насколько офигительной функции в ней теперь есть. Это очень ускорит и упростит твое рисование, а досмотрев видео до конца, ты узнаешь еще одну секретную фишку, которая очень упростит тебе сортировку референсов. Меня зовут Никита Рожков, я наставник коммерческих иллюстраторов. Поехали! А если ты вообще не знаешь, что такое PureRef, для чего он нужен, посмотри мой предыдущий гайд по этой программе, а потом переходи к этому видео. А теперь, как получить эту новую версию? Во-первых, если ты просто откроешь свой PureRef, он тебе предложит скачать новую версию и ты просто там перейдешь по ссылочке и попадешь на их сайт. Если этого не произошло, просто вводишь, значит, PureRef, как-нибудь так. И вот, пожалуйста, здесь, кстати, первое мое видео, мой гайд, как этим пользоваться. Здесь мы заходим на их официальный сайт, значит, листаем в самый низ, нажимаем «Получить PureRef», здесь проверяем, чтобы была версия 2.0.0. И если мы в самый низ пролистаем, вот это вот все по умолчанию оставляем. И здесь, как получить это бесплатно? Втыкаем «Пользовательская цена». Навряд ли ты сможешь им как-то задонатить сейчас, но нужно просто поставить вот так вот «0». Там произошла ошибка, что? Сейчас, погоди. А, нужно еще Enter нажать, и тогда все нормально. Вот, и все, и просто скачиваешь. Итак, друзья, первая офигительная фишка PureRef. Теперь можно группировать изображения. Как же я жил без этого? На самом деле очень просто. Я оставлял самые маленькие расстояния между фотографиями внутри группы, а между группами я оставлял расстояние побольше. Вот и все. То есть визуально понятно, что это у меня, например, на мышцы референсы, здесь у меня на лицо референсы, там будет еще какая-нибудь группа, например, на что-то другое референсы. Вот визуально мне так легко разбираться. Но можно сделать это еще интереснее. Просто выделяем всю вот эту область, нажимаем Ctrl-G. Таким образом заливается поверхность под этими изображениями, и визуально ты видишь, как они еще лучше все между собой скомпонованы. То есть точно так же можно выбрать опять Ctrl-G, и можно добавить любой цвет. То есть здесь появляется менюшка, можно, например, черный цвет выбрать для этого дела. Вот, в пустое место тыкаем, все исчезает. Так вот, можно двигать внутри, как вы видите изображение, и тогда рамочка меняется. Можно сделать так, чтобы это дело закрепилось. Для этого тыкаем на свободное место, возникает снова эта менюшка, и мы тыкаем, например, на вот этот вот значочек замочка. И в итоге все внутри закреплено, ничего не двигается внутри. Теперь вы спросите, как же добавить изображение сюда? То есть нужно выделить, наверное, вот это, потом вот это, потом Ctrl-G. Да, можно по-всякому, на самом деле, делать, но самый удобный способ это, наверное, просто перенести. То есть мы прям берем, переносим внутрь, и все, и она уже, как видите, работает вместе с этой группой. Если вам нужно ее вынести из группы, тогда Ctrl-Shift-G. Все, она вынесена из группы. У меня еще была какая-то фигня, когда она как бы группа внутри группы была, поэтому иногда нужно нажать два раза, Ctrl-Shift-G, чтобы вынести как бы из обеих групп это изображение. С первой фишкой разобрались, переходим к следующей, которая очень тесно связана с первой. Что нужно сделать сейчас? Нажимаем Ctrl-J. Что у нас появляется? Правильно, у нас появляется теперь вот такая вот менюшка, где прям названия видны всех элементов, которые есть в приорифе. На самом деле, сами названия меня сейчас не сильно интересуют. Меня вообще больше интересует структура. То есть мы можем тыкнуть, допустим, на группу два раза. Опа! Она у нас во весь экран. Тыкнули на эту два раза. Она у нас во весь экран. Капец, как удобно, потому что раньше приходилось вот так вот отдалять, переезжать и вот так вот приближать. Ну, либо просто вот так выделять и пробел нажимать. То есть так тоже можно делать, но каждый раз отдалять куда-то там и лезть, искать это неудобно. Поэтому легче ориентироваться именно по группам. И именно поэтому, собственно, я и сгруппировал эти изображения, чтобы мне было легче находить сразу группу. Теперь важный момент. Нужно как-то назвать группы, чтобы легче в них ориентироваться, потому что здесь даже нет группы один, группы два, и лучше их все-таки именовать. Как делаем? Выбрали один раз, потом, ну, грубо говоря, секунду подождали, тыкнули еще раз, и тогда уже можно будет писать что-то. То есть, если ты сразу тыкнешь два раза на иконку группы, тогда ты просто быстро и резко перейдешь к этой самой группе. Но чтобы ее переименовать, ее нужно сперва выделить, потом еще раз тыкнуть, и тогда уже можно ее как-то называть. Немного странно, что если ты просто тыкнешь по названию группы, ничего не произойдет. То есть, какой в этом смысл, я не понимаю. Можно было бы сделать уж и автопереход к ним. Но можно, опять же, тыкнуть либо два раза резко, либо один раз тыкнул на планшете, и один раз нажал пробел. Как тебе удобнее. Помним также, что можно зацепить этот ползунок и передвигать поле, потому что, ну, нам много не нужно. Мы уже по первым буквам, в принципе, поймем, где что находится. Поэтому это довольно-таки удобно. Много места не занимает. Поэтому, я считаю, надо пользоваться. Кстати, пока записывал видеоролик, понял, как можно объединить две группы. Просто вот здесь вот можно перетащить одну группу в другую, и таким образом они объединились. Если мы тыкнем сюда, то увидим, что да, действительно, одна группа находится в другой группе. Думаю, что это может быть полезно, если у тебя отдельно есть прям по анатомии папочка, и она подразделяется по нескольким частям. Например, кисть, предплечье, плечо. А потом у тебя совсем другая папка. Это, например, одежда. Ну и тогда, конечно, одну в другую там засовывать не нужно. А здесь, поскольку оно тематически связано, это может упростить тебе восприятие твоих референсов. Следующий момент, который я хочу показать, он довольно интересный, но не думаю, что я им буду пользоваться. Нажать Ctrl D в любом месте, и можно рисовать, обводить все, что нам нужно. Потому что иногда мы закидываем реф, где очень много деталей, и мы сами можем не понять, что да как там использовать, и зачем оно. Поэтому можно запутаться. А если так выделять, то может помочь. Как видишь, здесь присутствует менюшка, где ты можешь выбрать толщину, цвет и прочие вещи. Но самое главное, на что стоит обратить внимание, мне кажется, это непрозрачность. Потому что если ты нарисуешь супер непрозрачной линией, ты можешь что-то там перекрыть и не увидеть. Но если ты все-таки делаешь это полупрозрачной линией, тогда какие-то важные моменты ты все равно будешь видеть. Чтобы выйти из этого режима, можно нажать на крестик или нажать просто Escape. При этом я пока не разобрался, как делать так, чтобы вот эта фигнюшка всегда была наверху. Потому что если я выберу изображение, оно просто уедет под низ. Может быть, вы знаете, тогда напишите в комментариях. Но, как я сказал, я прям сильно этим пользоваться не собирался. Просто есть такая интересная штука, если вдруг вы кому-то даете фидбэки, еще что-то такое рассказываете, это может вам помочь. Конечно, эту область можно редактировать, всячески крутить, вертеть. Но почему-то я не могу ее сплющить просто без равномерного сокращения, чтобы только по вертикали или только по горизонтали. Друзья, есть еще одна супер офигительная фишка, которая вам точно понравится. Вы знаете, что PureRef интересен тем, что он может быть поверх всех окон. То есть, например, видите, поверх фотошопа, или я захожу в интернет, поверх интернета. Но часто бывает такое, что поверх интернета он как бы неудобен. Ну, просто тупо загораживается то, что вам нужно. Смотрите вы какие-то картинки для референсов ищите, либо вы смотрите какой-нибудь YouTube, и вот неудобно. Что сделали разработчики? Они сказали, что теперь ты можешь сделать PureRef поверх конкретно своей программы для рисования. А что нужно для этого сделать? Мы просто нажимаем Ctrl-Shift-Alt-A и далее мы тыкаем в пустое место программы, поверх которой ты хочешь, чтобы он всегда был. Тыкнул сюда. Все, вроде тут что-то применилось, изменилось. Порисуем. Смотрим, действительно, PureRef никуда не исчезает. Но если мы переключимся, например, на картинке, он исчез вместе с окном фотошопа. По-моему, это капец как удобно. Это действительно очень спасает от лишних всяких действий, типа там скрыть этот PureRef, а потом опять раскрыть. Я очень доволен. Я очень доволен. А прежде чем я назову тебе супер секретную фишку в PureRef, которую я вообще узнал случайно, я хочу объявить, что уже 17 июня я запускаю свой двухнедельный арт-марафон для середнячков, которые хотят сделать рисование своей профессией. Все подробности по ссылке в описании. Ну а теперь давай покажу тебе супер важную фишку, которая действительно может тебе очень сильно упростить работу с референсами. Представим себе типичную ситуацию, когда нужный тебе элемент находится на небольшом клочке изображения, а вся фотка тебе вообще не сперлась. И вот мы смотрим, есть какие-то FIFO, мне, допустим, интересна только одна из них. И что я делаю? Я выделяю само изображение, удерживаю на клавиатуре C и просто выделяю эту FIFO. Все, ничего лишнего. Потому что очень часто бывает такое, что куча элементов, куча деталей в референции, а ты потом думаешь, блин, да и зачем я его вообще добавил? Что мне здесь конкретно нужно? И в итоге у тебя просто куча-куча всяких мусорных референсов, которые, ну, очень тяжелы для восприятия и в которых очень тяжело найти то, ради чего ты их добавлял. Было бы еще здорово, если бы можно было назад вернуть какой-нибудь момент, элемент. Но я не знаю, как это сделать. Если вы знаете, напишите в комментариях. Но я имею в виду не Ctrl-Z, я понимаю, что это отмена. Просто в процессе, если ты рисуешь, ты, наверное, через несколько действий захочешь вернуть часть изображения. Обязательно напиши в комментариях, какая фишка больше всего понравилась. И на канал подпишись, здесь скоро будет много полезностей для коммерческих художников. А меня зовут Никита Рожков. Увидимся!